Читанный, что это все форма одного и того же слова, им кажется, что это сущностно и внешне очень разные слова, но и приходится это зазубривать. Для нас с вами эта работа не такая трудная, потому что мы формообразованием русских слов владеем с момента лет шести, если говорить по возрасту, вообще изучаем формообразование по ходу, сразу же овладевая русским литературным или нелитературным языком. Для того, чтобы вы понимали объемы формообразования, нужно показать, как они считаются. Ну, например, легче всего вам посчитать, откуда берутся 12 форм существительного. Что такое 12 форм существительного? Это 6 падежей на 2. Время у существительных это что-то новое для меня, но вообще с физикой бывает не такое, время есть повсюду, но на 2 числа, конечно. То есть в современном русском литературном языке осталось только 2 числа, исторически в русском языке было 3 числа. Это очень интересно с количественных позиций, потому что в древнерусском языке мы видели, что у нас есть число единственное, есть число двойственное, есть число множественное. Идея двойственного числа для той картины мира была очень важна, потому что 2 человека это совсем не то, что один и не то, что много. Ну, например, те из вас, кто работал когда-нибудь на стройке, они хорошо поймут, что действительно 2 человека это очень удобная схема работы, тогда как один человек, ему все дело значительно сложнее, будь то работа с бревном, с носилками, с тачкой, вот с чем. В общем, двойственное число имело вполне внятные основания. Сегодня это основание ушло из нашей культуры, как, в общем-то, достаточно давно ушло из культуры и двойственное число само по себе. Ну, вот 12 форм. У русского прилагательного базовое число форм это 24 формы. Посчитайте их, откуда они взялись. Три рода в единственном числе и множественное число, где по родам не делится, и опять 6 падежей. 24. Но у прилагательных мы говорим, что это базовое число форм. На самом деле 24 формы только у относительного и притяжательного прилагательного, у качественного прилагательного больше. Если я не ошибаюсь, числа, то 101 форма. Но это 101 форма, это, почему я говорю не ошибаюсь числа, потому что их можно считать очень по-разному. Но базовое число 24 остается. Откуда берется 100 форм? Ну, например, сравнительные степени берем. От слова красивый сравнительная степень красивее. Она одна, да, то есть. Но при этом есть возможность образовать аналитическую сравнительную степень. А как она будет выглядеть? То есть из двух слов. Более красивый. Более красивый. А более красивый это одна форма или сколько форм? Одна. А теперь подумайте. Даже 4. Или даже. Или даже 24. Потому что это базовое число прилагательного. Более красивый, более красивый, более красивый, более красивый, более красивый, и более красивый. В 6 падежах. Вот вам опять 24 формы. Берем превосходную степень, образовываем красивейший. И у нас опять сколько форм? Самый красивый. Красивейший, красивейшая, красивейший, красивейший. В 6 падежах опять 24 формы. Как вы уже верно отметили, самый красивый. Аналитическая превосходная степень. И опять получаем 24 формы. Плюс краткие формы. Вот у нас так потихонечку набирается те самые 24 умножить на 4 плюс 4 плюс 1. Красивее. Вот 101 форма. Это такой ход для качественного прилагательного вполне возможный. Когда мы говорим о глаголах, то здесь уже, к сожалению, я не смогу вам так легко показать, откуда берутся все формы. Потому что у глагола несовершенного вида, если там нет пропущенных компонентов формообразования, это 128 форм. У глаголов совершенного вида 70 форм. Если не признавать, что глагол совершенного вида и несовершенного, это два разных глагола, то количество форм сразу будет зашкаливать. Если еще признать, что возвратный глагол это форма глагола, то там будет умножение на два, а то и больше. То есть, в общем, в глагольном словообразовании труднее. Но чтобы вам было понятно, почему там много форм, надо увидеть, что много форм там во многом из-за причастий. То есть, вот есть, например, вполне понятное и считаемое прошедшее время, сослагательное наклонение, инфинитив. Но когда мы доходим до причастия, то причастия не спрягаются, а склоняются. И склоняются они так же, как прилагательные. Соответственно, вот действительные причастия прошедшего времени от глагола читать, читавши, это опять 24 формы. Страдательное причастие прошедшего времени, читанны, это опять 24 формы плюс 4 кратких формы. Берем настоящее время, получаем читающий и читаемый, и опять по 24 формы. Соответственно, у нас форма образования, оно достаточно сложное, но еще раз подчеркну, для носителей русского языка оно сложное только в виде цифр. То есть, если я вас попрошу все формы глагола читать, образовать, то вы будете очень долго, скорее всего, сидеть, пока не посмотрите в помню их справочнике. А если их написать на доске, то вы сразу же скажете, о, да, мы все эти формы знаем, они все понятны. То есть, там нет каких-то тайных форм, неизвестных людям, не нужных. А это просто такая разветвленная форма образования. Кроме того, о морфологических нормах вам нужно запомнить, что это нормы по преимуществу императивные. То есть, в большинстве случаев у нас можно образовать нужную форму слова только одним способом. Соответственно, варианты в пределах нормы там появляются очень редко. Да и если мы говорим о вариантах, ну, условно говоря, нелитературных, то их достаточно мало. Ну, например, в глаголе есть возможность образовывать форму геопричастия на «ши». Кроме правильной формы «читав», вот, простите, кроме правильной формы «читая», можно образовать еще две просторечных формы «читав» и «читавши». То есть, вот эти формы для глагола читать просторечные, то есть, там варианты появляются, но они за пределами литературной нормы. Мы же с вами в морфологических нормах будем изучать как раз те фрагменты, которые с точки зрения системы языка никакого большого пространства не занимают, но с точки зрения трудностей нормативных они проясняются, проявляются, и мы несколько таких форм разберем. Самый сложный компонент сегодняшнего занятия будет связан с родом имен существительных. Коротко мы будем упоминать о формообразовании числительных, там тоже есть свои трудности. Но начинаем мы с вами с достаточно простых случаев образования вариантного форму существительного. Итак, первая наша запись – это множественное число именительный падеж существительных. Форма множественного числа именительного падежа существительных. Исторически сложилось, что в результате преобразования системы склонений древнерусского языка в современный русский язык мы утрачивали часть склонений. Соответственно, когда утрачиваются склонения, они не могут исчезать бесследно. Они все равно оставляют какие-то фрагменты в будущем языка, но для нас с вами уже в настоящем. Именно поэтому получается, что у нас в одной системе склонения возможны варианты окончаний. Вот когда мы берем с вами форму города и форму деревни, то мы видим, что одна и та же форма в русском языке может быть образована окончанием «а» и окончанием «и». Но если говорить буквенно-полно, то окончанием «а» – «я» или окончанием «ты» – «и». В данных конкретных словах никаких вариантов нет. То есть эти слова не вызывают у нас затруднения. Они только обозначают проблему, что в русском языке за приходящее новое слово в язык в данной форме борются два окончания. То есть эта борьба, она объективно идет. И когда мы берем слова сравнительно недавние для русского языка, ну, например, слово «прожектор», то мы отчетливо видим, что в русском языке конкурируют формы прожектора и прожектора. И это и есть борьба окончания. Если говорить об истории языка, то наиболее распространенное в исконных словах русского языка – это окончание «и» и безударное. Окончание «а» агрессивно ведет себя на протяжении где-то последних полутора веков, когда оно захватывает все новые и новые слова. Связано это во многом с тем, что оно ударное, но вообще объяснить процессы, как они идут в языке, почему они запускаются, чего надо вдруг этому окончание. Очень трудно. Можно просто фиксировать факты, что вот уже полтора века ученые замечают, что это окончание «а» – ударное, экспансию определенную ведет, как на вновь входящие слова, так и на словах, укорененные в русском языке. В данном случае никакое жесткое правило не работает, поэтому здесь надо просто отслеживать слова, которые вы часто употребляете, и в случае затруднений проверять их по словарю. Ну, есть одно небольшое такое полуправило, которое полезно запомнить. Очень часто трудности, связанные с образованием форм, касаются слов, кончающихся на «ор-ер». И здесь можно пользоваться такой небольшой памяткой. Слова «одушевленные» после «ор», как правило, имеют окончание «а» в литературном языке, а после «ер-ы», например, «профессора, но офицеры». В неодушевленных словах ситуация иная. После «ор», как правило, окончание «ы», после «ер», как правило, окончание «а». Например, «катера». А тут у нас что будет? Договоры. Да, хотя слово «договор» очень интересно, потому что оно, собственно, русское, и там окончание «ы» исконное, но так как оно тоже кончается на «ор», то под влиянием обилия иноязычных слов на «ор-ер», слово «договор» тоже подверглось атаке этого окончания «а». И сегодня ударение договора, даже внесено в словарь, как допустимое. То есть оно не нарушает группа норм литературного языка. Это всего лишь памятка. Она, как жесткое правило, не действует. И достаточно много отклонений в каждой группе. Причем эти отклонения бывают и жесткие. Ну вот, например, слово «лектор», оно принципиально образует с окончанием «ы» эту форму «лекторы». А форма «лектора» считается грубо неправильной. В истории русского языка это объясняется так, что там, где слово «ноорг» называет человека уважаемого крупной должности, то там оставляют окончание «ы». Традиционно три таких слова называлось в пособиях. Это слово «ректор», «лектор» и «редактор». Редактор и «лектор» за последние лет 30-40 очень сильно подверглись атаке. И сами «лекторы» себя очень часто называют «лектора» и не слышат в этом никакой ошибки. Поэтому многие словарики уже начали фиксировать это как разрешенный вариант. Слово «редактор» давно уже потеряло ощущение того, что это какой-то значимый, характерный такой пост. И поэтому выражение «редактора» мы тоже слышим очень часто и не считаем его нарушением норм. Слово «лектор» вроде бы в этом трио, «лектор», «редактор», «лектор» самое слабое, вроде бы не называют никакую сильную фигуру. Но здесь влияет, видимо, коммуникативная ситуация, что сам «лектор», выходя перед аудиторией, он поддерживает ситуацию в договоренности авторитета. То есть, вот я пришел, вроде бы я для вас никто, я говорю, ну, в общем, вы сидите, слушаете, что вам, куда деться. В этом смысле другие люди, там тот же «редактор», «лектор», ему нужно как-то все время много подтверждать, что он какой-то значимый. А здесь просто культурная договоренность. «Лектор», как правило, выступает перед людьми, которые почему-то обязаны сидеть его слушать, они сидят и слушают. Вот, и слово «лектора» действительно воспринимается как нарушающие нормы, весьма грубо. Но еще раз скажу, что это только памятка. На самом деле, я сейчас буду диктовать вам формы в единственном числе, а вы будете столбиком писать их во множественном. И дальше ваша задача будет проверить себя по словарю, но мы попросим некоторых почитать, вы посравниваете, как вы образовали форму, как другие люди образуют форму. То есть у вас будут такие сигналы расхождения в образовании данных форм. Слов будет порядка 30. Можно в данном случае сразу писать две колонки рядом, то есть не один столбик тянуть на 30 строк, а делать два по 15, потому что рядом мы много писать не будем с этими словами. Итак, еще раз, я читаю именительный падеж, единственное число, вы сразу делаете множественное. Прожектор, офицер, бухгалтер, год в значении календарной отрезки, договора, инженер, шофер, инспектор, диспетчер, диспетчер, лектор, отпуск, отпуск, катер, корпус, лагерь, лифт, лифт, торт, порт, профессор, слесарь, токарь, токарь, трактор, цех, якорь, токарь, каталог, плинтус, редактор, джемпер, почерк свитер пожалуйста просматривайте все записанные вами слова и сейчас искусственно пытайтесь образовать вторую форму внимание услышьте задание то есть какой у нас там первое слово было прожектор и вы пробуете например вы написали прожектора вы пробуете прожектор если вам кажется что это не нарушает норму то вы через слышь рядом пишите второе окончание при этом обращайте внимание что окончание а как правило ударная окончание и как правило безударное ударение поэтому сразу же тоже проставляет и так мы проверяем возможно ли в литературном языке вторая форма если вам кажется на слух что возможно вы ее вписываете с просто искусственно сейчас моделируете эти формы написали с окончанием а пробуйтесь ты если не противно звучит фиксируйте что такая форма по вашему возможно а и 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 когда я говорю о ударениях я во многом хочу вам напомнить что правильно конечно говорить торты а а не с окончанием на ты и что по этому слову вы можете посмотреть что в русском языке ты как правило безударное это касается не только всем известной формы слова торт но и слова лифт и многих других слов в которых мы начинаем сдвигать ударение на окончание неправомерно правда здесь есть и одно слово в котором археологический словарь иванесова фиксирует возможность ударения на и это слово порт внутри которого разрешена и форма порты и форма порты 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 то есть с двумя ударениями варианты дает а ванесовский слова у нас окончание только а и ты могло бы я и это вообще то то же самое то есть это буквенно записанное другое но это тоже самое с точки зрения русской системы звуков или говоря правильней фонологической системы фонемы это а и я это просто разная буквенная запись одного на одной и той же фонема я после мягкого а после твердого как проверяем читаем только там где вы решили что пара есть вы слушаете и если вы видите что кто-то увидел здесь пару то есть видит что тут может быть вариант а вы не увидели вы ставите туда себе отметку что это пару лучше перепроверить чтобы быть уверенным кто прав кто не прав там где у вас один вариант там не читаем читаем только случаи где вы решили что возможно и форма с а и форма с ты читайте пожалуйста я ничего читайте которые читайте которые да конечно везде где есть вариант читает прожекторы утера не не поняли никто делает на читать только пара писали пары прожекторы вот так парами так всегда прожекторы прожектора бухгалтеры бухгалтера так чего дурак-то я знаю forskeng можно так а . с а договора инженера инспектор инспектора века века х Лекторы, лектора Лектора не надо Корпуски, отпуска Катеры, катера Корпусы, корпуса Лагеря Лагеря Лифты, лифты Торты, порты Порты, порты Профессоры, профессора Слесари, слесаря Токари, токари Тракторы, трактора Цеха, цеха Нет, цеха не надо Цехи, цеха Что ты делаешь? Цехи, цеха Якори, якоря Каталоги, каталоги Редакторы, редакторы Редакторы, редактора Нет, редактора не надо Женеры, лектора Почерки, почерка А мы туда почеркнем Почерки, почерки Не надо Почерки не надо Ну вот, я попал в очень удачного человека Который показал вам Что действительно В выбранных словах Вариантов много Может быть Особенно если захотеть их увидеть То они действительно присутствуют Слова не случайно сюда попали Но правда вам Всем получилась задача Все слова проверить Потому что Такое обилие вариантов Трудно было ожидать Но Обращу ваше внимание Что в некоторых случаях Варианты разведены И по значению Ну например Корпусы корпуса Корпусы в каком случае Можно говорить? Нет Только про туловище Только про тела Туловище человека и животного Во всех остальных значениях Правильно корпуса И про здания И про войсковые соединения И про суда То есть везде корпуса Кроме значения туловища Где можно так же говорить Корпуса Лагерь и лагеря Чем отличаются Друг от друга? Ну лагеря Это скорее Да детские Не детские Вы сейчас демонстрируете Что наш мост Правда и ищет отличия Но находите их не там Запоминаете Все лагеря Которые представляют С собой так или иначе Огороженную территорию Или даже не огороженную Если это лагерь туристов Это все Лагеря Лагери Это общественно-политические объединения То есть все, что виртуально Это лагери Все, что территория Это лагеря То есть расхождение Именно здесь А не за счет Концентрационный бионерс Еще одна пара Это цехи Цеха Здесь нужно помнить Что слово цехи Закрепилось За наименованием Объединения Объединений Простите Ремесленников Средние века То есть вот там Цех Кузнецов Это будут цехи Кузнецов И гончаров И еще кого-то Напомню Средние века Слово цех Скорее обозначало Профсоюз Работников Одного Ремесла Ну Профсоюз Правда Это называть Несколько Несвоевременно Если мы говорим О средних веках Но И дальше Вы пожалуйста Сами уже проверяйте Ищите эти слова И еще раз скажу Что здесь Важно просто запомнить Те слова Которыми вы часто пользуетесь А если вам нужно Вдруг использовать слово А проверить Вы его нигде не можете То я прошу вас Помните о том Что окончание И И Как правило Воспринимается Нережущим слух Даже если мы Условно Пихнем Слово Город То мы получим Несуществующую Сегодня в русском языке В форму Городы И эта форма Вообще-то Опознаваемая И вполне Спокойная Хотя она и неправильная Именно поэтому Вам кажется Что профессоры Так можно сказать И действительно Многие Даже образованные люди Пользуются Формулой Формой профессоры Хотя правильно Говорить только Профессора Но окончание И Безударное Выглядит Неконфликтно В отличие От окончания А Поэтому формы Офицера Инженера Это грубо Неправильные Формы И их нужно Конечно Убирать Из своего Произношения Следующий Фрагмент Формообразования Это Родительный Подеж Множественного Числа Форма Родительного Подежа Множественного Числа Существительная Здесь Конкуренция Другого Типа Возникает Эта форма В русском Языке Может Образовываться С помощью Формально Выраженных Окончаний Ев О Ей А может С помощью Нулевого Окончания В этой зоне Уже начинают Действовать Некоторые Правила И хотя Они не строгие Может быть Даже нелюбимые Многими Но их Интересно И на них Интересно Обратить Внимание Потому что Это Типичные Правила Для Культуры В культуре Очень часто Так бывает Что пока Трудностей Нет Нет и Правил Вот в отличие От физики Где Законы Существуют Всегда И никуда Никогда Не исчезают В культуре Очень часто Так бывает Нет трудностей Нет правила Вообще Никакого Появляется Трудность На зону Трудностей Есть правила Но это Правило Не распространяется На все остальные Случаи Где трудности Нет Непонятно Объясняю Ну в общем Вот такое Избирательное Применение Правил Мы сейчас С вами Увидим Записываем Формально Выраженные Окончания Формально Выраженные Окончания В данной Форме Формально Выраженные Окончания В трудных Случаях Появляются В словах Называющих Парные Предметы Преимущественно Обувь В словах Называющих Парные Предметы Преимущественно Обувь Что я собрал Это же я собрал Извините Это я из нулевого Окончания Пробую форму Обытовать Надо нам поменять Мы начнем С нулевого Окончания То есть Вы формально Выраженные Сейчас Зачеркиваете Пишите Нулевым Окончанием Извините Сберусь С нулевым Окончанием Парные Предметы Преимущественно Обувь То есть Правильно Сапог Ботинок Туфель А формы Сапогов Ботинков Туфлей Это не Нормативные Формы То есть Суть Применения Правила Именно Такая Есть Трудность Вы вспоминаете О парный Предмет Нужно Нулевое Окончание Понятно Если трудности Нет Вы ничего Здесь Не пробуете Делать Вопрос Да Лапки Там нормально Форма будет Трудности Нет Потому что Попробуйте Скать Много Лапать Это будет Глагол И это Другое Значение Слово Носков Да Слово Носки Любимое Многими Слово Если Вы заглянете В словаре Ванесова Вы увидите Что Можно Говорить Много Носок И можно Говорить Много Носков Уже Больше Двадцати Лет Разрешено Говорить Много Носков Но Внимание Услышьте Теперь Все Но Очень Многие Образованные Люди Давно Много В школе Много В школе Много Правильно Говорит Носков Была Такая Рамочка В учебниках Чулок Но Носков Было Как Исключение Оно Исключением Давным Давно Перестало Быть Но Учитывая Что Образованные Люди До сих Пор На Форму Носок Как Множественный Родительного Реагируют Как На Ошибку Лучше Этой Формой Не Пользоваться Но Если Вы пользуетесь Знаете Что Вы Это Делаете Правомощно Можете Скопировать Себе Страницу Словаря И Всем Показывать Какой Вы Умный И Грамотный Что Так Говорить Уже Давно Можно Но Учитывая Что Мало Кого Убеждают Копированные Страницы Убеждают Отношение Людей К Форме Лучше Так Не Говорить Еще Про Что Спросили Что Еще Вы Говорили Какое-то Слово Кроме Насов Есть Еще Слово Ботики Где Правильно Говорить Ботиков Но Никто И Не Пробует Говорить Много Ботик И Это Как Раз Ситуация Когда Если Трудности Нет То Не Надо Распространять Правила Что Еще Здесь В Нулевых Окончаниях Себя Активно Ведет Это Ситуация Со Словами Называющими Национальности Народности Племена Вторая Группа Слов Где Данная Форма Сложных Случаях Появляется С нулевым Окончанием Это Слова Называющие Нацией Народности Племена И Ситуация Опять Действует Точно Так же Как Только Вы Задумались Что Правильно Татар Или Татаров Сразу Знайте Татар То Раз У вас Возникло Это Колебание Значит Там Нулевое Окончание Турок Или Турков Точно Турок Грузин Или Грузинов Точно Грузин Понятно Но Не дай Бог Вам Это Пробовать Сделать На Слове Немцы Потому Что Там Нет Этой Трудности И Там Понятно Что Надо Немцев Так же Как Азербайджанцев Индейцев И Прочее Прочее То Когда Трудности Нет Пользоваться Этим Правилом Нельзя Только Если Вы Попробовали И Оба Варианта Действительно Просятся Вот Тогда Вы Знаете Что Правильно Точно Нулевое Окончание Сюда Еще Да Ну Вообще Так Говорят Особенно Когда Говорят О Государстве Да То То В принципе Это Возможно Но У Меня Ощущение Я Вот Так Твердо Этим Словом Не Пользуюсь Чтобы Хорошо Знать У Меня Ощущение Что Слово Германцы Говорят О Древних Временах Когда Имеют Ввиду Германские Племена Ну Да То Это Сходно С тем Но Примерно Так же Ну Например У нас На Факультете Когда Есть Романо Германское Отделение То Германцами Называют Тех Кто Учится На Кафедре Германских Языков Ну То Когда Отчетливо Связано Именно С Германскими А Германский Язык Более Широкое Понятие Вот Описывающее Целые Народности Но У меня Ощущение Что С древними Веками Все Это Дальше Мы С вами Сдвигаемся Третья Группа Раньше Она Была Побольше Сегодня По цифре Три Мы Здесь Всего Два Слова Пишем Это Слово Солдаты И Партизаны Раньше Эту Группу Так Витиевато Называли Некоторые Рода Войск Имелись Ввиду Там Гусары И Драгуны Где Эта Вариантность Работала И Где Надо Было Людям Объяснить Что Правильнее Говорить Много Гусар Чем Много Гусаров Сегодня Гусары И Драгуны Не Так Принципиальны Для Нас Тем Более Что Словарь Дает Уже Там Как Варианты Гусары Гусаров И Драгун Драгунов А Слова Солдаты Партизаны Регулярно Вызывают Трудности Потому Что Формы Солдатов И Партизанов Мы Слышим Но Они Не Литературные Правильно Говорить Много Солдат Много Партизан Но Эта Часть С нулевыми Окончаниями Она Еще Не Самая Веселая Самая Веселая Это Все Таки Формально Выраженные Окончания Но Первая Группа Здесь Очень Гнятная Это Слова Называющие Плоды Плоды Фрукты Овощи Опять Сложных Случаев У слов Называющих Плоды Овощи Появляется Формально Выраженное Окончание То есть Как только Вы задумались Как правильно Помидор Или помидоров Все точно Знаете Правильно Много Помидоров Здесь Есть Пара Излючений Это Слово Баклажаны В котором Возможны Обе Формы Много Баклажан Много Баклажанов Это Не ошибка Это По словарю Зафиксированные Формы И Слово Яблоки Где Есть Трудность Потому Что Некоторые Пробуют Говорить Много Яблоков И Это Неправильно Правильно Говорить Только Много Яблок Но Если Вы Попробуете Применять Это Правило Словом Типа Груши Или Сливы Вы Сразу Поймете Что Этого Делать Не Надо Потому Что Попытаться Вместо Много Груш Сказать Что Типа Много Груш Или Вместо Слив Много Слив Или Сливов Много Сливы Это Другое Ябление Уже Будет Вот Соответственно Мы Видим Что Это Правило Работает Только Пока Трудность Есть Когда Ее Нет Не Надо Им Вторая Часть Вот Этих Формально Выраженных Окончаний Она Вообще Сумасшедшая И Я Ее Мог Игнорировать Вот Если Я Считал Что Я Имею Дело С Какими Людьми Недалекими Я Был Про Эту Часть Правила Вообще Никому Не Рассказывал Но Учитывая Ваш Статус Я Подозреваю Что Вы Многие Умнее Меня И Больше Меня Знаете Я Не Побоюсь Вам Это Правило Показать Но Знаете Что Да Так Бывает В русском Языке Он Такой Специфический То Следующая Группа Слов Это Единицы Измерения Единицы Измерения В спорных Случаях Надо Образовать Форму С Формально Выраженным Окончанием Надо Образовать Родительный Поддерж С Формально Выраженным Окончанием То Правильно Не Килограмм А Килограммов Не Немного Грамм А Много Граммов Немного Ом А Много Омов Немного Ампер А Много Амперов Немного Вольт А Много Вольтов И Так Далее С Герцами Только Все В Порядке Герц Так Будет И Вот Но Почему Я Сказал Что Это Сумасшедшее Правило Ну Во Первых Потому Что Все Так Есть Выражение Типа Кто Там 100 Грамм Есть Привычные Сочетания Типа 220 Вольт Или Там Лампа 100 Ампер И Если Верить Тому Что Я Сказал Только Что Все Это Неправильно И Должно Быть Кто Там 100 Граммов Соответственно Справочники Здесь Дают Интересное Пояснение Они Говорят Что Да Это Форма Уединиц Измерения В сложных Случа С Формально Выраженным Окончанием Но Есть В русском Языке Такой Подеж Он Называется Счетный Родительный Счетный Родительный Подеж Это Родительный Подеж После Числительных То есть Когда Что То Посчитали И Потом Сказали Что Посчитали Это Называется Счетный Родительный Так Вот Справочниках Написано Что В Счетном Родительном Разрешено Уединиц Измерения Оставлять Нулевые Окончания Теперь Возникает Вопрос А Где Кроме соответственно 220 вольт это не запрещено это норма 100 ампер это не запрещено то есть вот эти два правила они получаются отменяют второе отменяет первое но если говорить так уж строго в литературном языке то получится ситуация если ты говоришь что-то вроде килограммов 4 не хватило мне чтобы пройти в следующую весовую категорию то ты должен сказать обязательно килограммов это несчетные родители а вот если ты говоришь 200 напряжение 220 вольт то ты можешь здесь так говорить хотя подозреваю что есть некоторые плюстители языковой нравственности которые говорят 220 вольтов 100 амперов и этот правильно и к этому можно относиться с уважением но здесь уже бытовой слой он видимо побеждает такой выдержанный литературный поэтому вы для себя должны решить как вам удобно говорить но на некоторых единиц от измерения это хорошо видно что формально выраженная работает но например когда мы говорим о количестве вещества то никто не пробует сказать там три моль все говорят трех молей то есть образуют правильно или много молей а немного боль соответственно здесь все легко ну ладно вот правило проговорил они странные и эту зону так и надо запоминать что это такие специфические странные правила они работают только в сложный случай да и в них иногда не работают то есть так вот устроено я сейчас диктую формы именительного падежа множественного числа а вы образуете сразу родитель кто все еще не вспомнил что такое родительный падеж и видят что достаточно подставить слова много и следующее преобразовать у вас получится как раз родительный падеж турки грузины осетины помидоры апельсины бананы ананасы баклажаны ботинки валенки сапоги тапочки тапочки туфли гектары граммы килограммы коментарии 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 кочурки 3 мечты 3 носки 3 чулки Плечи, рельсы, свечи, солдаты, партизаны, яблоки, дела, места, кухни, ясли, вы видите, что сюда попали частично и те слова, которые не подходят ни в какие группы, которые надо помнить. Действительно, у слова кочерга данная форма существует, это форма кочерек, а у слова мечта эта форма не существует вообще, то есть там нет формы, это называется ущербная парадигма, когда какая-то форма исторически вызвала. Если говорить о некоторых трудных случаях, то обратите внимание, что слово свечи образует данную форму с формально выраженным окончанием свечей, и только во фразеологизме игра стоит свеч, игра не стоит свеч, сохраняется нулевое окончание. Еще привлеку ваше внимание к слову ясли, потому что здесь очень широко распространены два неправильных варианта. Очень многие говорят ясель и многие говорят ясли, оба варианта неправильные. Правильный вариант это вариант с окончанием ей, но с ударением на первый слог ясли, ясли, пять минут отдыхаем, это упражнение вы перепроверяете сами, мы его даже вместе проверять не будем сейчас, можно, пойдемте в коридор дышать, обсудим, люди, кто принес работу над ошибками, пожалуйста, на столе. Это мы перешли к тем категориям, которые с одной стороны морфологические, род это морфологическая категория, с другой стороны проявляются они на синтаксическом уровне, род нас волнует именно с этой точки зрения, как существительное сочетать с прилагательными и глаголами, когда у тех есть категория рода. Нам с вами надо смириться с простой вещью, что мы в массе не умеем определять род существительный, то есть мы знаем какого рода эти слова и нас это в общем-то устраивает. И меня устраивает, что вы знаете какого рода слова, но при этом надо, чтобы вы сразу же некоторые зоны трудные представляли себе. Но сначала давайте я покажу, что мы правда не очень знаем, как определять род. Почему вода женского рода? Видите, у нас сразу в голове возникают сочетательные возможности, она моя. То есть мы на самом деле никаким правилом не воспользовались, а просто подставили слова, подтверждающие, что для нас это женский род. Те, кто знает слова она моя чуть лучше, они могут сказать, в слове вода окончание а, и в словах она моя окончание а. Значит, это одно и то же, что-то близкое. Да? А как у слова дедушка? Видите, вы легко говорите он мой. То есть вы за окончанием а не идете. Вы идете за нулевыми окончаниями. Но при этом вы отчетливо знаете, что дедушка мужского рода слово. Да? То есть в данном... Еще раз скажу. Мы плохо знаем, как определять род. Если говорить всерьез, то для изменяемых существительных род определяется так. Мы ставим слово в родительный поддержку. Если там окончание и, и, то следующим шагом мы проверяем, не называет ли это слово мужчин по половой характеристики, если не называет, то это слово женского рода. Если там окончание, если называют мужчину, то мужского или как вариант мужского. Если там окончание а, я в родительном падеже смотрим на именительный падеж. Если там нулевое окончание, то мужской род. Если о, е, то средний род. То есть вообще-то род изменяемых слов определяется по типам склонения. Самое сложное это разбираться у изменяемых слов. Самое сложное разбираться с родом тех существительных, которые по концовке схожи. Это существительные второго и третьего склонения, существительные типа день, тень. Но пока мы говорим про слова день, тень, все очень легко. Мы точно знаем, что слово день мужского рода, а тень женского. Но их общность внешняя должна сразу быть взята на заметку, потому что какая-то сложность там есть. И мы эту сложность отчетливо видим в словах типа толь. Что такое толь, кто знает? Вот очень хорошо. Вот это первое, что вы должны запомнить. Я взял незнакомое для вас слово. Что такое рубероид, знаете? Это и есть толь. Так вот, укрывной материал из бумаги или ткановой, нетканого материала, пробитанный водоотталкивающим составом, как правило, будроном. Это толь. Соответственно, какого рода слово толь? Видите, вы легко хотите ответить на этот вопрос. А с чего вдруг? Когда не знаешь слово, а слово кончается на мя-ки знак, то ты должен знать, что определить род наугад нельзя. И по лексическому значению тоже нельзя. Лексика не определяет рода, кроме тех случаев, когда назван мужчина по полу. Ну, например, слова типа дедушка, мужчина, юноша. Они мужского рода по лексическому значению. Толь действительно это слово мужского рода, но здесь даже склонением ничего не проверишь. Это хорошо видно на трудностях со словом тюль. Если человек не знает, что тюль мужского рода, ты ему говоришь, проверь по склонению. Но тот, кто не знает, он образует форму нет чего тюли. И он не увидит, что это неправильно, потому что внешне это звучит нормально. Нет тюля и нет тюли. И то, если человек верит, что это женский род, он так и будет образовывать. Соответственно, когда слова, склоняемые на мягкий знак, и они вам мало знакомы, не стесняйтесь проверить их по словарю, потому что здесь гораздо грамотнее сказать что-то вроде «Ой, я затрудняюсь в определении рода этого слова», чем пытаться наугад назвать род, потому что угадать здесь достаточно трудно. Но еще раз скажу, что когда речь о склоняемых словах, то в целом мы знаем, какого рода какое слово. Гораздо сложнее все с неизменяемыми словами. Пишем дальше. Неизменяемые существ. Русскому языку в целом здесь повезло, потому что когда-то у нас действовало правило, иноязычные неизменяемые слова, попадая в русский язык, должны сохранять род из того языка, из которого они пришли. Во-первых, есть языки, в которых нет рода, и это сразу же вносит затруднения. Во-вторых, это правило более-менее работало, пока русские люди действительно в массе знали языки, и перестало работать, когда стало учитываться и то население, которое литературным русским не владеет, и не владеет письменной формой языка, и не знает иностранных языков. То есть, как только народ широко стал учитываться, а это первая треть XIX века, так сразу это правило было взято под сомнение, и были введены другие нормы, которые до сих пор в целом действуют. Нормы выглядят так. Если слово неизменяемое, неодушевленное, то оно среднего рода. То есть, прямые правила. Там, конечно, есть исключения, но в целом правило выглядит именно так. Неизменяемое, неодушевленное, следовательно, среднего рода. Неизменяемое, одушевленное. Здесь чуть сложнее. Общая идея одушевленности в русском языке такая. Раз одушевленный, значит, есть пол. Соответственно, неизменяемое, одушевленное, условно говоря, смотри пол называемого существа. И если это мужской, то это будет мужской род, если женский, то женский. Но это правило введено всего-то в 90-х годах XX века. Оно очень молодое. И даже непонятно, приживется ли оно вообще в русском языке. Пока оно такое постперестроечное правило, которое вот тогда появилось, и сейчас оно как-то себе функционирует. Правило, которое работало до этого, оно предполагало длинный алгоритм. Во-первых, если это лицо, то ты пользуешься неизменяемым, одушевленным существительным, как существительным мужского рода. До тех пор, пока этот мужской род не входит в противоречие с сущностью описываемого контекста. Ну, например, сказать что-то вроде «шимпанзе кормил грудью ребенка» нельзя. Сказать что-то вроде «английский аташе пришел на прием в длинном черном платье с высоким разрезом» нельзя. То есть именно эти случаи имелись в виду, что если контекст заставляет уточнить все-таки мужчина это или женщина, то и в тех случаях, когда это касается животного и когда касается человека, принято было пользоваться и формами, сочетающимися с женским родом. Понятно? То есть английская аташе пришла на прием в платье. «Шимпанзе кормила грудью детеныша». Понятно? И если вы где-то встретили контекст «шимпанзе кормил грудью детеныша», то это означает, что это был такой очень заботливый отец, к сожалению, ребенка так и не накормил. Ну, то есть, что это должен быть осознанный ход, раз там оставлен мужской род, значит, ну так и было, самец почему-то решил покормить грудью детеныша. Понятная идея? Ну вот, что касается людей, то сейчас все более-менее ясно. Современная тенденция, учитывающая достижения феминизма, она такая, если перед тобой женщина, говори в женском роде, если это неизменяемое существительное. Если перед тобой мужчина, говори в мужском роде. Если тебе все равно, ты не знаешь, что это за человек, ну, например, ты говоришь «нам нужен хороший конферансьер», это ты не сказал, что мне нужен мужчина или мне нужна женщина, ты обозначил специальность. Соответственно, ты в данном случае о поле не задумываешься и употребляешь по мужскому роду. С животными чуть сложнее, потому что если все одушевленные существительные называющие людей, за исключением слов называющих женщины, только женщины, я говорю про неизменяемые, то есть там фрау, леди, мадам отбрасывают, все остальные слова неизменяемые, одушевленные, они по словарю вообще-то мужского рода. А женщины, они называют вот с оговоркой, что ты подчеркиваешь пол человека. То с животными там другая история, там надо проверять основной род. Ну, например, знать, что калибри – это слово женского рода по словарю. Если ты хочешь сказать, что перед тобой калибри – самец, ты как-то это разбираешь, то значит, ты будешь говорить по мужскому роду, это разрешено, если тебе это надо. Но ты должен знать, что когда ты говоришь безотносительно к полу, то ты говоришь в женском роде. Поэтому название животных лучше перепроверять. Сейчас мы будем выполнять длинное и непростое упражнение. Оно связано с сочетательными возможностями. Что вы сейчас делаете? Я вам диктую слова, вы их пишите в столбик. Потом вы подбираете к каждому слову прилагательное, согласуя его породу. То есть вы берете прилагательные в единственном числе. Так как это задание еще и на развитие речевых компетенций, мы с вами договариваемся, что вы ищете прилагательные, подходящие по смыслу, исходящие из сущности того предмета, который вы описываете. Внимание, услышьте все, даже те, кто как радио меня слушают обычно. Вот слова типа красивый, некрасивый, большой, маленький, старый, новый, хороший, плохой, вообще не берем. То есть те слова, которые могут относительности какие-то быть, мы вообще сейчас не берем. Если это авокадо, пусть авокадо у вас будет приготовленным, пусть авокадо у вас будет, сладкий авокадо, что-то новое для меня. Думайте об этом плоде, думайте о том, как слово работает и, соответственно, если это плод, например, то он точно бывает зрелым и незрелым. Понятно? То есть и вы думаете именно о сущностных таких вещах. Итак, пожалуйста, сначала записываем. После того, как мы запишем слова, вы сможете задать мне вопросы по значению некоторых слов. Если вы не знаете, я отвечу, только вы в этот момент должны будете внимательно слушать. Мозоль, алиби, фойе, бра, кашпо, пенсне, авеню, кальраби, кольраби, пенальти, жабо, папури, пишется с двумя такси, бигуди, авокадо, коммюнике, коммюнике, кашне, буа, кенгуру, горилла, фламинго, буржуа, хиппи, аташе с двумя такси, зануда, врач, онтарио, онтарио, ЛДПР, МИД, 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 все работаем, вопросы мне можно задать, пожалуйста. Не спрашивай, а задавайте быстрее вопрос про конкретные слова. что такое браааа? нет, я так не помню, надо спрашивать меня. кашпо. кальраби это капуста, жабо это украшение на воротнике, если вспомнить себе средневековые портреты и пышный воротник вокруг, то это и есть жабо. буаа, что такое буаа? кашпо это ваза, подставка под цветочный горшок. буаа. кашне это шарф. буаа. пабуре это музыкальное произведение из частей других музыкальных произведений. буаа. буаа это шарф, если вы представляете себе девушек танцующих варьете, то длинный шарф. что такое варьете? буаа по названию змеи. буаа это еще и змея. а варьете что такое? не услышал по одному. коммунике. коммунике это дипломатический документ по сути своей заявления по какому либо вопросу заинтересованных сторон. еще вопросы. антарио. антарио это одно из великих североамериканских озер. а зачем сокращение на МЛД, ПР, МВД? потому что у них трудно определять роту. а что там после этого? зачем там роту определять? потому что иначе их трудно употреблять. задавайте лишних вопросов, начинайте работать. у кого еще вопросы остались? не слышу вас. Кашне уже отвечал это шарф. а вы говорите про буа? буа тоже шарф. понимаете? бывает много разных шарфов. все же на хрань в яд. я так понимаю, да. я так понимаю, да. тогда нужно обаловое словосочетание. а сейчас это внутреннее дело. было бы... работаем, друзья. времени совсем немного. у нас на всю эту работу 10-15 минут. ну давайте 10, иначе мы финал занятия не проговорим. 15 минут. 11. 12. 15. 20. 22. 22. 24. 22. 22. Спасибо. 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 Напоминаю, здесь действуют достаточно жесткие правила, которые я проговорил. Попытка определять род по синонимам. Например, род слова кашне по слову шар. Это традиционная ошибка, которую мы допускаем. Поэтому старайтесь припоминать правила. Смотреть, одушевленные или неодушевленные. Стараться вычислить исключения. Здесь есть гиганты. Цапка на пиццу. Цапка на пиццу. Пицца на пиццу. Так говорится. Почему? Не знаю. Ответите. Нет. Меня ответите. Печатали по вашему гороскопцу. В комментариях. Это выучит grupo. Красота. Вот так. До стоит. Папа на пиццу. А Pilтроне. Хлеб 476. Колyy 9,29 погоды לти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, послушаем друг друга, читаем в словосочетании, потом добавляем какой род, потому что концовки прилагательных произносятся так, что очень трудно их услышать. Начинаете. Продолжение следует... 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 Врач только мужской рот никогда не меняет рот. А вот на Антаре он, средний рот. Средний рот, да, мне кажется, хорошо все. Дальше. Я не писала юмористический. Из чего вдруг? Вы предложили юмористическое. Мне непонятное словосочетание, но... Юмористическое. По слову партия, да, то есть расшифровали, определили. Что у нас там дальше? Мид, какой рот? Словосочетание. Ну, со словом российский-то можно? А почему вы сказали российский, и как сказали? Российское. Российское мид. Внимание, пожалуйста. Конечно, это мужской рот слово. Это потому, что мы не умеем образовывать и вообще описать рот аббревиатуры. Со школы многие запомнили, что ее обязательно надо расшифровывать. Это неправильно. Слово мид, это слово мужского рода. Расшифровывать его не надо. Рот аббревиатур определяется сначала по тому же алгоритму. Вообще, в алгоритме определения рода всегда на первом месте. Ставим в родительный падеж. Мид. Нет чего? Мида. Мида. Слово склоняемое определяется в род, как у всех склоняемых слов. Он мужской в данном случае. Окончание А в родительном, нулевое в именительном. Только если аббревиатура не склоняется, тогда ее расшифровываем. Поэтому МВД расшифровываем. ЛДПР расшифровываем. МИД, ВУЗ, ДОТ не расшифровываем, они склоняемые. Все на этом слова у нас? Нет. МВД только что сказали. МВД среднего. Оно не склоняется. МВД нет чего? Так, друзья, у нас сейчас нет совсем времени на расслабление. У нас 6 минут, чтобы еще кое-что успеть поговорить. Буквально в одну строчку начинаем писать. Склонение числительное. Числительная и поздняя часть речи, самая последняя в русском языке, она образовывается под влиянием математики и изменения математических представлений. Туда пришли слова из разных частей речи. Поэтому числительная такая странная часть речи по склонению. Там разные слова склоняются по-разному. Общая идея такая. В сложных и составных количественных числительных склоняются все части. В сложных и составных количественных числительных склоняются все части. В слове «пятьдесят» есть два окончания на конце слова и в середине слова. Поэтому «пятью десятью». Нет, «пятидесяти». «Пятью десятью». Составные, то есть из нескольких слов. «Двести двадцать шесть». Значит, склонять нужно и слово «двести», и слово «двадцать», и слово «шесть». При этом в слове «двести» два окончания. Одно в середине, одно в конце слова. Соответственно, «двумя стами двадцатью шестью». «Двух стами». «Двумя стами». А как раз то, что там у нас трудности при склонении, и надо их учить, и знать, как образуются, вот это уже вы должны проверять. С числительными запоминаем, что порядковые числительные, внешне очень похожие, но склоняется у них только последнее слово. То есть, если слово «две тысячи двенадцатый», то не склоняется все, кроме последнего. «Две тысячи двенадцать товар», «две тысячи двенадцать тому», то есть склоняется только последнее слово. Какое бы длинное, порядковое, числительное не было. В целом, помните, что числительные надо склонять. Киготение к тому, чтобы числительные утратили склонения, есть, но эта утрата для языка нехорошая будет в связи с тем, что само по себе склонение числительных весьма хорошо звучит. Но сейчас на этом останавливаться не будем. Синтаксические нормы. Это правила построения словосочетаний и предложений. В русских словосочетаниях самое узкое место – это управление, как тип подчинительной связи. Это следующая строчка после синтаксических норм. Управление, как тип подчинительной связи. Вы помните, что в толковом словаре у нас были пометы в глаголах «кого что» или «на кого на что». Это и было управление. Оно может быть предложным и беспредложным. Оно требует определенного падежа. Почему именно этот падеж? Почему именно с этим предлогом толком объяснить нельзя на современном этапе языка? Это просто типовая сочетаемость. И поэтому, с одной стороны, можно сказать и поехал на Украину, и поехал в Украину. Но в русском языке закрепилось, поехал на Украину. Все, вот оно так закрепилось. Понятно? Когда возникают ошибки? Они возникают, когда конкурируют синонимичные сочетания. Ну, например, кондуктор в транспорте. Он сотни раз за день повторяет «заплатить за проезд, оплатить проезд». Понятно, что это синонимы. И понятно, что в какой-то момент он говорит «заплатить проезд» или «оплатить за проезд». Потому что для него замена компонентов в этих сочетаниях по смыслу несущественна. А грамматически ошибка. Приведите пример другой. Сочетания фразеологические «обратить внимание и уделить внимание». Запишите им. «Обратить внимание и уделить внимание». Это синонимичные фразеологизмы. Но они по-разному управляют зависимым существительным. «Обратить внимание на что», а «уделить внимание чему» или «кому». То есть дательный падеж. «Обратить внимание на что», «уделить внимание кому чему». Понятно, что типичная ошибка «уделить внимание на что». Потому что синонимы, кажется, что они должны грамматически одинаково себя вести. Но этого не происходит. Как избавляться от таких ошибок? Очень легко. Их допускают в речи много. И в устной, и в письменной. Как только слова ставишь рядом, вот как я сейчас в примере делал, ошибка сразу уйдет. Вы сразу увидите, что «ой, тут не так надо сочетать». Но когда вы берете реальные предложения, где главное слово и зависимое могут быть разделены пятью словами, а то еще и предаточным, то понятно, что наш мозг утрачивает внимание за такими связями. И так как они вполне синонимичны, дублетны, то нам трудно отследить, где правильно, где неправильно. Соответственно, чувствуете, что в тексте что-то барахлит, искусственно ставьте все слова рядом. Наш мозг хорошо видит, как эти пары работают, и может легко давать рекомендации. Например, когда спрашиваешь студента, как лучше сказать «беспокоиться о сыне» или «беспокоиться за сына», то какой вариант вы выберете? За сына. За сына выбираете. А я выбираю «беспокоиться о сыне». Почему? Потому что переживает. «Беспокоиться за сына» двузначное выражение. «За сына вместо сына» и «беспокоиться за сына о сыне». «О сыне» однозначное, четкое. То есть в данном случае предлог «О выигрывает». Словарь разрешает как допустимый и форму «беспокоиться за сына», но она разговорная и двусмысленная. Соответственно, приоритет будет в сторону «О сыне». Следующая строчка пошла. «Деепричастный оборот». Еще одна трудность, с которой надо уметь справляться. И здесь вообще-то внутри все легко. Когда мы говорим о «Деепричастии», я сейчас не говорю ни о запятых, ни о чем подобном. А только о том, что «Деепричастие» не во всех предложениях, в принципе, можно употребить. Для того, чтобы это запомнить, надо записать одно неправильное предложение. Ставьте звездочку, пишите. «Сидя на окне, проехала карета». «Сидя на окне, проехала карета». Если вы запомните это предложение, то «Деепричастие» будете всегда употреблять правильно. Потому что в этом предложении любой среднеграмотный русский человек видит, в чем ошибка. Если представить, что предложение правильное, то что здесь будет сказано? «Карета сидела на окне». Что «Карета сидела на окне». Вот вы неправильно сейчас делаете, потому что вы пытаетесь придумать, что бы это значило. Надо читать. «Сидя на окне, проехала карета». Значит, она сидела на окне и в этот же момент ехала мимо. Это и есть правило присоединения «Деепричастия». Должно быть подлежащее. Оно должно выполнять оба действия, одновременно или последовательно. И названное глаголом «сказуемым», и названное «Деепричастием». Если это так, предложение верное. Если это два разных субъекта действия, или это действие не самостоятельно выполняемое подлежащим, или подлежащего нет, это неправильное предложение. Понятно? То есть общая идея. Один субъект выполняет оба действия. И названное «Деепричастием», и названное «Сказуемым». Запишем пример. Найдя новый метод, задача была решена. Найдя новый метод, задача была решена. Правильное или неправильное предложение? Неправильное. Как исправляем? Значит, была решена благодаря новому методу. Благодаря новому методу. Или найдя новый метод, мы решили задачу, если мы сохраняем депричастие. То есть тот, кто нашел, тот и решил. На сегодня это все. Тетради, пожалуйста, заберите.